Шила на мыло. Статья на РТ за 31 июля 2020 года. Андрей Бобицкий. Попытки вычислить, как скажется на минском процессе, замена второго президента Украины Леонида Кучмы на первого Леонида Кравчука в качестве главы украинской делегации заведомо обречены. Собственно, причины ухода Кучмы не являются, судя по всему, большой загадкой. В 82-летнем возрасте уже не так просто постоянно совершать перелеты в другую страну и участвовать в многочасовых переговорах. Сам Леонид Данилович об этом говорил неоднократно. Он, кстати, уже неоднократно пропускал заседание, дважды покидал трехстороннюю группу еще во времена, когда президентом был Петр Порошенко. Вернуться в ее состав его уговорил Владимир Зеленский после своей победы на президентских выборах. Забавная деталь. Леонид Кравчук, первый глава украинского государства после распада СССР, старше Кучмы, ему 86 лет. Но тут вопрос не в возрасте, а в том, есть ли у человека силы и воля завалить на себя груз обязанностей, связанных с крайне трудозатратным переговорным процессом. Говорить о какой-то особой позиции ушедшего Леонида Кучмы на минской площадке, мне кажется, нет особых оснований. Очевидно, что все главные решения принимаются на банковой. А Владимир Зеленский, как выясняется, до сих пор нуждается в том, чтобы ему расшифровали смысл минских соглашений, что означает, что они для него просто не существуют в виде понятного и очевидного соглашения о мерном урегулировании конфликта в Донбассе. Это, конечно, намеренное и неуклюжее лукавство. Судя по тому, что Зеленский считает необходимым изменить в порядке следования пунктов комплекса мер по имплементации соглашений. Он в целом понимает смысл достигнутых договоренностей. Но такова природа украинского политического жеста. Надо нанести как можно больше самого идиотского тумана. Начиная с 2014 года Леонид Кравчук менял свое отношение к мирным переговорам. До 2017 он был их принципиальным противником, полагая, что разговаривать в Минске не с кем и не о чем. Вот цитата 2014 года «Они не придерживаются своих обещаний, а наши выполняют эти договоренности. Если так будет и дальше, то я считаю, что нет никакого смысла собираться в Минске. Как я понимаю, все эти луганские и донецкие не принимают решения. Решения принимаются в Кремле». Тогда же он утверждал, что никогда не примет участие в бессмысленных переговорах, в ходе которых обсуждаются неприемлемые для Украины условия. Для чего записывать в 13 пунктов проведения выборов на Донбассе и внесения для этого изменений в Конституцию, чтобы легализовать ту власть, которая там есть, чтобы перенести границы, чтобы сделать анклав, который будет давить на Украину, присылая сюда диверсантов и всякую дрянь? Я хочу участвовать в этом? Этого не может никогда быть. Если бы мне предложили, то я обнародовал бы свою позицию и сказал «Уважаемые граждане Украины, мне уже осталось немного, и я не хочу фальшивить перед вами, поэтому от этого отказываюсь, ведь не вижу в этом смысла ни по форме, ни по смыслу». В 2016 Кравчук вообще предложил украинским властям отказаться от Минска, поскольку ни одной из существенных для Украины проблем эти переговоры решить не в состоянии. И с тех пор его подходы не претерпели каких-либо изменений. То есть главой украинской делегации стал принципиальный противник Минских соглашений. Может ли это как-то изменить ход переговорного процесса? Едва ли. Даже если бы главой делегации был назначен сторонник скорейшего заключения мира, то и в этом случае логика событий не претерпела бы никаких изменений. От личности главы украинской делегации очень мало что зависит. Не он решает какие вопросы согласовывать. Его роль – это роль медиатора, который действует строго по указаниям из Киева. А Киев уже давно завел переговоры в полный тупик, отказываясь наотрез выполнять политические пункты Минских соглашений. Что касается личных мотивов Кравчука, почему он дал согласие возглавить делегацию, то они не слишком важны. Возможно для него это способ вернуться в большую политику, поскольку к Минску приковано внимание больших акторов международной политики. Но как бы там ни было, смена фигур не может устранить главное препятствие – абсолютную неспособность нынешней украинской власти продвинуться хотя бы на один шаг в направлении мирного урегулирования конфликтов в Донбассе. Андрей Бобицкий. Шило на мыло.